Но сразу хочу сказать, что, к сожалению, я не выпускник нашего университета, как мы привыкли его назвать, нашего политеха. Но меня связывают очень интересные распоминания. Когда я учился на ИНИАЗе, в педоуниверситете, в нынешнем педоуниверситете, тогда педоуниститут, у нас была волейбольная команда вуза. И несколько сильных команд, среди которых и педоуниверситет наш, и сельхоз, и политех, у нас были принципиальные баталии. Мы на площадке, я люблю играть волейбол, и мы приезжали, когда в политех, мы знали, что нам предстоит очень серьезный бой. Ребята вроде бы не спортивные, вуз не спортивный, но в смысле нет факультета физ. воспитания, как в этом смысле. Но ребята такие сильные, значит, мудрые волейболисты уже такие. Вот это до сих пор у меня сохранилось. Каждое самое яркое впечатление того юношеского возраста, студенческих лет, вот у меня сохранилась политеха. А что касается политеха, как вуза сейчас, как университета сегодня, конечно, огромный потенциал и огромное конкурентное преимущество для нашего региона. Это однозначно. И в этом смысле, я думаю, что нашему городу повезло. Насколько я знаю, знаю тех людей, которые сейчас там преподают, знаю людей, которые заканчивали этот вуз. Я думаю, что это очень, скажем так, некая аристократичность этого вуза есть на самом деле. И людей, выходцев оттуда, это наш технический потенциал, это наша интеллектуальная элита. Считаю, что благодаря нынешнему, тогдашнему политеху, нынешнему нашему университету, ВЭДГУ, безусловно, имеет место быть. Я знаю и не только их, и еще много других проектов, которые ведет ВЭДГУ. Конечно, честь и хвала инициаторам, тем людям, которые организовывают эти проекты. Но могу сказать, что с удовольствием принимал участие в одном из проектов ВЭДГУ, в частности, Малая Академия Государственного Управления. Могу сказать, что даже кое-кого из различных годов выпусков я и на работу принимал. То есть взаимодействие продолжилось после этого. Дело в том, что я читал там вопросы, связанные с гражданским обществом, в частности, общественного договора. Была очень интересная дискуссия. Меня Валентин Николаевич Пугач представил как секретарь общественной палаты студентам. Но после этого, что примечательно, что там находится в этой Академии, Малой Академии, студентам не только ВУЗа ВЭДГУ, но и ВУЗа всего региона. Это следует особо отметить. И мне очень понравилось общение. Я думаю, что в будущем, если будут дальнейшие контакты, я с удовольствием буду взаимодействовать. Я занимаюсь юридическими и иными консультационными услугами. Основное место работы – ProBusiness Consulting. На работу принимал после того, как я видел, настолько отзывчивые ребята, умеющие думать, умеющие мыслить, мыслить масштабно. А не только в рамках работы, а вообще взаимодействие продолжилось. После того, как я их первый раз встретил в ВЭДГУ, после этого они оставляют о себе определенный след своей памяти, своей неординарностью, своими... В общем, это не серая масса, извините за выражение. Это не серая масса, это достаточно серьезные думающие ребята. Мне очень приятно, что и в первом составе общественной палаты Киевской области, и сейчас во втором созыве общественной палаты были, но сейчас есть замечательный преподаватель Безверхова Людмила Парисовна, является членом общественной палаты. Она входит в нас в комиссию, и более того, она является заместителем руководителя комиссии по вопросам науки, образования и культуры. И с помощью Людмилы Безверхова, мы надеемся, некоторые проекты уже в рамках общественной палаты реализовывать совместно ВЭДГУ. Было бы замечательно. Но вот я в самом начале сказал, что, на мой взгляд, в нынешнем своем состоянии ВЭДГУ имеет огромный потенциал. Я считаю, что там достаточно профессиональное управление, менеджмент. Очень знаю многих преподавателей, которые ведут различные предметы, как по техническим, как и по гуманитарным направлениям. Я считаю, что в данном случае этот потенциал можно было бы использовать, я бы сказал, не только для примножения технических кадров, увеличения количества технических кадров для экономики региона, которая на сегодняшнем необходима, но и достаточно много сфер взаимодействия по развитию гражданского общества. Вот я признаюсь сейчас, как раз думая над тем, как мы могли бы плотнее привлечь наши региональные вузы и, естественно, в первую очередь ВЭДГУ для этих целей. Потому что у нас действительно серьезные есть вопросы, участие в которых необходимо принять, необходимо, чтобы принимали участие в этих проектах люди не только практики, еще и люди из теории, которые знали бы и практику, и теорию. Так что вот мы строим некоторые планы на взаимодействие, более плотное взаимодействие. Оно сейчас есть, это взаимодействие имеет место, но хотелось бы еще более интенсивное взаимодействие выстроить.